Добрый день! Продолжим изучать Kubernetes и сегодня мы рассмотрим проблему, с которой вы будете сталкиваться очень часто. Как предоставить доступ к приложениям, которые находятся внутри вашего пластера. В принципе, в прошлых видео мы такие вещи делали, когда мне нужно было получить доступ к пределу пластера. Я делал сервис Nodeport. Напомню, как это приблизительно выглядело. Вот, предположим, у нас есть некие сервисы внутренние, типа кластер IP, для доступа к Prometheus и Grafani. Что я делал? Я брал этот сервис, я его клонировал. Почему я не редактировал, я уже рассказывал, но повторюсь. Если у вас в кластере есть процессы CICD какие-нибудь, работают DevOps-инженеры, не надо изменять те объекты, которые они делают с нашей стороны, со стороны администрирования. Это нужно делать со стороны DevOps, то есть, где он там делает, в тех файлах, в его нужно шалить. Поэтому мы сбоку пристроим такой сервис. Пристроим обычно, допустим, Chrome X, назовем его. И, как я уже говорил, это будет сервис типа Nodeport для доступа к этому приложению. Я напомню, что ранчер у меня используется только в качестве вспомогательного инструмента. Все то же самое можно делать в командной строке, но просто получается в данном случае чуть дольше. Надо писать YAML файл, а здесь пару плиток мыши, и все работает. Вот. Ладно. Вернемся, конечно, бараном. Соответственно, у нас появился сервис Nodeport, через который мы получаем доступ. Напомню, сервис Nodeport – это сервис открывает на всех нодах пластера порт, через который вы можете подключиться к указанному вам какому-то приложению. В данном случае вот это Prometheus. Значит, сервис Nodeport – хорошее решение, позволяет вам выставить наружу ваше приложение. Но в чем недостаток данного способа? Представляете, у вас пару десяток, сотен приложений, которые вы хотите выставить наружу. И для каждого делать Nodeport, то есть вам нужно будет вести учеты портов, какие наружу. Вам нужно будет разбираться с тем, что на всех нодах вашего кластера эти порты будут наружу. Представляете, у вас там, допустим, 50 нод в кластере. И на каждое наружу выставлена дырка. Оно вам надо. Во-вторых, это дополнительные надпреобразования, дополнительные надправила. Правила в Firewall или что у вас там стоит в бэкграунде кластера. IPTables или что-нибудь другое. В общем, на самом деле порождает при большом количестве сервисов и большом количестве нод кучу проблем. И поэтому Nodeport мы обычно для этих целей используем крайне редко. Kubernetes предлагает использовать такое средство, как Ingress. Это сайт, официальный сайт Kubernetes, официальная документация. Значит, что такое Ingress? Ingress – это объект в API, который управляет внешним доступом к сервисам в кластере. Обычно HTTP доступом. Ingress может осуществлять load balancing. Он может осуществлять SSL termination. Ну, то есть, грубо говоря, к вам приковывает HTTPS. Вы дешифруете, а дальше уже в сервис передаете чистый HTTP. И name-based virtual hosting. Ну, что это имеется в виду? У вас наружу прочитает один IP-адрес, на нем есть несколько имен. Там www.anybody.com, www.myhost.com, 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 www.myhost.com и так далее. Так, сколько удобно и достаточно легко определяется. Итак, если мы говорим про Ingress, это объект в API. Соответственно, мы можем с вами Ingress определять. Действительно, определяется Ingress достаточно просто. Kind Ingress. И, собственно говоря, вот дальше пошло его определение. Это достаточно простой Ingress, где я буду делать доступ вот к этому объекту, вернее, к этому сервису, который мы только что использовали. Access Prometheus в Namespace Cuttle Prometheus. Вот я хочу то же самое сделать при помощи Ingress. Соответственно, я определяю Ingress, я определяю его имя. Здесь я жестко прибиваю Namespace Cuttle Prometheus. Можно такого на стропе, припомним, когда вы будете Cube сетел вызывать. Ну, в данном случае я просто его явно здесь определяю. И дальше идет спецификация Ingress. Значит, у Ingress очень много разных вариантов правил. Вы можете в документации посмотреть. Здесь самый простой. Здесь говорится, что если мне к Ingress придет запрос на пакет, да, ТПшный, ТПшный, на Prometheus Group of Local сайт, на ТПшный, у нас будет хост Prometheus Group of Local, тогда я его отошлю в наш backend на сервис с именем Access Prometheus, вот как раз тот сервис, куда я хотел пересылать, на 80-й порт. Значит, в принципе, пауз здесь можно было не писать, но по умолчанию корень, ну, ладно, написал, написал. То есть, в принципе, Ingress очень простой. Как видите, здесь ничего такого сложного нет. Ну, и потом документацию, если опять же посмотрите, там все достаточно просто. И все бы хорошо, все бы замечательно было, если бы достаточно было указать вот это. Вот это и применить. Но проблема заключается в том, что если мы это применим, то у нас ничего не сработает. Почему? Потому что, если говорить про Kubernetes, Ingress мало. Ingress – это всего-навсего управляющая конструкция. Это объект в API. Это не код, который будет исполняться. Ну, и если говорить, опять же, про Kubernetes, у нас должна быть вторая часть, а именно Ingress Controller. Давайте я вам тут картинку нарисовал. Кое-что объясню. Смотрите, у нас есть Ingress. Мы его определили. Мы сказали, что если к нам придет пакет на такой-то сайт, то отправить вон такой-то сервис. Вопрос – куда придет? Мы явно не указали, да, где сидеть и ждать. Мы не указали, а кто будет обрабатывать этот запрос. Сам Ingress – это всего лишь объект в API. Под ним нет никакого кода, ну, с точки зрения исполнения данных вещей. И поэтому для обработки таких вещей есть отдельная сущность, называется Ingress Controller. Ingress Controller – это, собственно говоря, код, который будет выполнять наши вот эти действия. И Ingress, по большому счету, это конфигурация Ingress Controller. Для того, чтобы у нас все заработало, нам нужно в системе установить Ingress Controller, который каким-то образом сядет на какие-то порты, куда уже будут приходить соответствующие запросы. Согласно правилам, которые будут определены в Ingress, он что-то сделает и перешлет куда-то данный запрос. То есть вы должны понимать, Ingress – это некая управляющая сущность, которая конфигурирует Ingress Controller. Это две абсолютно разные вещи с точки зрения вот объектов в кубе. Ну, если вернуться к документации, то мы с вами, конечно, будем рассматривать вот эту часть Ingress Controller. То бишь, по умолчанию, когда мы ставили кластер, мы никакой Ingress Controller в систему не ставили. То есть у нас система в этом смысле девственно чистая. Что можно сказать про Ingress Controller? Их много разных. То есть вот здесь у нас есть список ссылок на разные Ingress Controller. Ну, допустим, из этих названий, которые здесь есть, мне знакомы лично вот с чем приходилось работать. Это HAProxy. Это Engines. Ну, HAProxy, Engines – достаточно распространенные приложения. Engines часто используются как фронт-энд сервера и в режиме там прокси, которые пересылают дальше, очень удобная штука, дальше запросы во внутренней нашей системы. HAProxy может работать и на третьем уровне сетевого взаимодействия, используются тогда, когда вам нужно, допустим, например, пересылать запросы не HATTP, да, какие-то там TCP или UDP, потоки, например. Но кроме этих, здесь есть, например, TrayFig. Все, пытаюсь как-то сесть его посмотреть, до времени нет. Это тоже новая какая-то фишка, написанная на Go. В общем, вся такая молодежная и красивая. В общем, можно TrayFig посмотреть. Ну и так далее. То бишь, вы можете в систему поставить любой IngressControlher и при помощи вот этих сущностей Ingress ими управлять. Более того, вы можете поставить в систему более одного IngressControlher. Вы можете поставить HAProxy IngressControlher, вы можете поставить Engines IngressControlher. И да, это можно потом разнести. То есть можно будет указывать, что этот Ingress управляет этим IngressControlher, этим IngressControlher и так далее. То есть одновременно у вас может быть несколько Ingress-контроллеров, ради бога. Ну, здесь не зря написано, что это additional controllers, дополнительные контроллеры. Почему? Потому что сам проект Kubernetes поддерживает два проекта, это GCE и Engines. Обратите внимание, вот этот Engines, который в additional, это Ingress-контроллер, который поставляется компанией Ingress Incorporated, то есть та компания, которая делает сам сервер Ingress, Ingress, господи, Ingress. Engines Incorporated. Там все, как всегда. Есть бесплатная часть, есть платная часть. То есть бесплатная часть с ограниченными возможностями, платная часть, ну, за ваши деньги, любой ваш каприз. Да. А вот этот Engines, который разрабатывается проектом Kubernetes, там такой фигни нет. Он полностью целиком доступен к вам для работы. И мы в дальнейшем будем конфигурировать именно вот этот Ingress-контроллер. У него есть официальный сайт, где вы можете почитать информацию о нем, как это все настраивается, как это все делается. Собственно говоря, что мы будем с вами делать. Значит, если посмотреть документации раздел Deployment, раздел Installation Guide, вы увидите здесь много разных вариантов установки. Мы будем с вами ставить вариант Bar и Metal. Вот эту часть. Это то, что будет в одном из следующих видео. Bar и Metal. Можно использовать Helm для установки. Но, опять же, мы его не будем использовать. Почему? Потом объясню. То есть Bar и Metal. Дальше. Если говорить про установку при помощи Bar и Metal, то существует несколько вариантов, как это можно сделать. Здесь предлагается Metal LB. Это такой проект отдельный, который делает балансировщик на уровне третьем. Мы его рассмотреть не будем. При помощи ноды Port, при помощи Host NERCWED и так далее. Значит, что мы будем делать? Как это все будет у нас происходить? Итак, мы рассмотрим два варианта. Первый вариант это будет при помощи ноды Port. Выглядит это будет следующим образом. Мы будем ставить два экземпляра Ingress Controller. Значит, в принципе, для работы достаточно один экземпляр на кластер. То есть он через себя будет пропускать весь входящий трафик и дальше распределять его куда-то на коды. Но я уже говорил, что один экземпляр – это плохо с точки зрения отказоустойчивого. Поэтому, если у вас, если есть у вас такая возможность, обязательно делайте два кода одного сервиса и по возможности раскидывайте их на разные ноды. Вот, собственно говоря, мы так и поступим. Мы сделаем два экземпляра Ingress Controller. Значит, в случае ноды Port мы с вами определим сервис, сервис типа ноды Port, который сядет на какой-то порт наружу. И все запросы, которые будут ему идти, будут пересылать на Ingress Controller. Данная установка предусматривает наличие некоторого внешнего балансировщика. Ну, предположим, что у нас снаружи стоит какой-нибудь еще Ingress Engines, который выполняет роль балансировщика. То бишь, мы знаем, что у нас есть три машины, где на порту таком-то сидят и ждут запросы наши Ingress Controller. Соответственно, балансировщик Ingress настраивается так, чтобы трафик кидался вот на эти порты. Это режим ноды Port. В принципе, с ноды Port мы уже как бы встречались не раз. Тут особых проблем у нас не будет. Будут нюансы. Будут нюансы. Значит, чем плоха вот такая схема? Во-первых, когда мы посылаем запрос на любой из этих сервисов, мы не знаем. Вот, допустим, вот пришел запрос сюда, да. Куда пойдет он дальше? Вот на этот Ingress Controller или на этот Ingress Controller мы заранее не знаем, потому что вот здесь по умолчанию Round Robin. Сюда он пойдет, сюда пойдет. А если этому сервису, который у нас находится, нужно сохранять состояние и важно, откуда приходят к нему запросы, то бишь, ему важна цепочка, что вот через вот этот конкретный Ingress Controller к нему приходили запросы. Как мы сохраним состояние? Только программным методом вот здесь, вот где-то там в кэше что-то сохраняя. Если в следующий раз у нас запрос придет через вот здесь, ну, там как к кэшу обратиться. В общем, не очень хорошая, не очень хорошая вещь. Почему? Потому что, в принципе, повторюсь, нам нужен только один работающий Ingress Controller. Второй Ingress Controller должен быть запасным вариантом в случае, если этот сдохнет. Ну, по какой-то причине. Поэтому эта схема достаточно красивая, но она неудачная. Мы будем делать вот такой вариант. То бишь, мы запустим два Ingress Controller. Будем считать, что основной Ingress Controller находится на второй ноде. И мы сделаем так, на Load Balancer. Load Balancer нужно будет настраивать таким образом, чтобы все запросы шли вот сюда. И только в случае отсутствия коннекта к этому Ingress Controller они переходили вот сюда. Соответственно, мы должны добиться, чтобы наш ноды-порт открывался только на тех нодах, где присутствует непосредственно Ingress Controller. И чтобы он отсылал запросы только вот сюда, чтобы не было перекрестно под фиксы на соседние ноды. И вот такое решение, ноды-порт, мы с вами сделаем. Значит, это первый вариант, ноды-порт. Второй вариант, это хост-нетворк, который мы с вами посмотрим. Это хост-нетворк. Значит, что у нас будет в случае хост-нетворк? В случае хост-нетворк схема будет вот такая. Есть возможность заставить контейнер сесть непосредственно не в виртуальную сеть внутри Kubernetes, а подключиться к сети самой ноды. То бишь, грубо говоря, порт, который откроется вот этим контроллером, Ingress Controller, он будет заступен непосредственно на сетевом интерфейсе компьютера вот этой ноды. И тогда мы можем исключить вот этот вот, как в предыдущем варианте, сервис типа ноды-порт. Здесь у нас надпреобразования разнообразные. И вот буквально недавно, буквально пару дней назад, была проблема. У меня в одном из кластеров перестал, в общем-то, все работать. Работа перестала, потому что перестал работать DNS. С какого-то бадуна, после какого-то апдейта, я предполагаю, что там был апдейт ядра. Из-за апдейта ядра у меня перестал работать DNS. То бишь, у нас запросы UDP на 53-й порт внутри кластера, на основной DNS сервер кластера перестали проходить. То бишь, я пинг пингую, а UDP запрос, ну, собственно говоря, то, что делает у нас резолвер, когда резолвит имена, они не доходят до кластера, тайм-аут, нет подключения. Покопавшись, я обнаружил, что в ядре Linux есть глюк. Ну, это не я обнаружил этот глюк, естественно, да, то есть я покопался в гугле. В ядре Linux есть глюк, связанный с тем, что при надпреобразовании UDP, там какие-то счетчики неправильно обрабатываются. И вот тот сетевой драйвер, который стоял в моем пластере, а у меня по умолчанию стоял Flannel, он с этой штукой, в общем-то, работать не смог. И у меня перестал UDP трафик, вот на 53-й порт, идти. Решил этот вопрос очень просто, поставил калика вместо Flannel, опять же, при помощи самого QBISpray, а то бишь, я в QBISpray в плейбуке написал калика вместо Flannel, запустил QBISpray, он мне поставил калика. Правда, Flannel пришлось убирать руками, но это несложно. Так вот, проблемы неожиданные с надпреобразованием в нашем случае. Ну и могут быть разные другие проблемы с редкими телевым преобразованиями. Зачем нам вот эта точка отказа на пути от балансировщика к контроллеру? Поэтому есть вариант выставить ingress-контроллер напрямую в сеть нашей ноды. И вот здесь сеть нашей ноды. И уже этот балансировщик напрямую кидать на порт вот этой конкретной ноды, и конкретно сразу он будет попадать вот этот код ingress-контроллера. То бишь, это второй вариант установки, один из возможных, так называемый хост-нетворк, через хост-нетворк. Мы его тоже с вами посмотрим. Ох, не только нашел. Мы его тоже с вами посмотрим. Значит, на самом деле это, конечно, выглядит здорово и замечательно, но с другой стороны есть опасность, что, во-первых, вы выставляете код напрямую в интернет, а во-вторых, как бы это так сказать, как бы правильно сказать, выставив напрямую в интернет вот этот код, вы не сможете потом пользоваться фишками кубернетас, которые позволяют рулить доступами в сетях, да, то есть носить ограничения и прочую ерунду. То есть вы вот жестко поставили, он оружен, он оружен, торчит. Все, что внутри кубернетас с сетью, к этому порту уже никакого отношения не имеет. То есть вот так вот, действительно, я вот так нарисовал, он вышел за пределы кубера и все, и где-то там живет. Ну и, соответственно, чтобы попасть вот на этот порт, вам изнутри, если кубера потребуется попасть, вам придется писать отдельный сервис для того, чтобы попадать на контроллер. Но, опять же, как попасть на этот контроллер, если это нужный IP-адрес? То есть вам придется писать сервис, который снаружи идет. В общем, возможное решение, но не знаю, не знаю. Все-таки смотный порт более привычный. Но, в любом случае, мы посмотрим и такой вариант, и такой вариант. Итак, завершая такое небольшое вводное видео, что нам нужно запомнить? У нас есть Ingress и у нас есть Ingress Controller. Это абсолютно разные вещи с точки зрения кубера. Ingress – это у нас сущность в API кубернетас, а Ingress Controller – это некое программное обеспечение, которое работает, ну, как обыкновенный код, да, вот как обыкновенный код у нас внутри кубера. Мы можем поставить несколько Ingress Controller, мы можем поставить несколько разных Ingress Controller, и при помощи API кубернетас сущностей Ingress, этими контроллерами мы можем управлять. Ну, и вот в следующем видео мы, собственно говоря, займемся установкой Ingress Controller, и начнем мы вот с этой схемы, с сервис-нодепорт. Вот, пожалуй, на сегодня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»